В скотомогильнике на Украине нашли вещи погибших в Иловайском котле бойцов АТО На скотомогильнике возле украинского города Днепр, бывший Днепропетровск, обнаружили вещи погибших бойцов, принимавших участие в антитеррористической операции, АТО, в Донецкой и Луганской областях страны Об этом сообщает ТСН Волонтеры гуманитарной миссии «Черный тюльпан» нашли 38 мешков с бирками морга, в которых находились личные вещи, окровавленная форма, берцы, нательные крестики, медали Как отмечается, к волонтерам «Черного тюльпана» обратился фермер, арендующий территорию, где были найдены вещи погибших Он сказал, что в 2014 году полицейские попросили посушить вещественные доказательства, но в итоге за ними никто так и не вернулся Вещи прикопали, но собаки время от времени разрывали мешки и разносили их содержимое По словам депутата городского совета Кривого Рога Николая Колесника, вещи погибших должны были разобрать еще в моргах Днепропетровской области Он предположил, что руководитель одного из районных отделов полиции ужаснулся, увидев принадлежавшее погибшим Он взял несколько бомжей и на «Газели» эти мешки привез на территорию фермерского хозяйства, якобы для просушки, рассказал Колесник, укринформу В мешках были каски, простреленные с половинами черепов, в берцах кое-где кости были Все это долго лежало, из хозяйства звонили в отдел, чтобы оттуда приехали и забрали Но нет, так никто и не приехал Появился трупный запах Эти мешки начали растаскивать дикие собаки, бомжи воровали вещи, поэтому в фермерском хозяйстве сложили эти мешки и прикрыли слоем земли, сказал депутат, давший наводку волонтерам, черного тюльпана Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская рассказала, украинской правде, что вещи принадлежали 72 бойцам, погибшим в так называемом Иловайском котле летом 2014 года Во время военной операции, которую Киев развернул против вооруженных сторонников самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, ДНР, в середине апреля 2014 года, в Иловайске не раз велись активные боевые действия К августу 2014-го украинским силовикам удалось занять значительную часть города, однако впоследствии они оказались окружены силами вооруженных формирований ДНР При выходе из котла украинские силовики понесли серьезные потери, по официальным данным, выступавшие на стороне Киева соединения потеряли убитыми 366 человек Больше важных новостей в ТЕЛ и ЭДЖИАР и ЭМ-канале, Лента Дня Подписывайся, перейти в «Мою ленту», новость размещена на сайте вседоски.com Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлению Как продать быстрее? Размести объявления сразу на вседоски объявлений с помощью сервиса вседоски.com Субтитры создавал DimaTorzok